Хватит думать о смерти Что, что есть Мне об этом пели птицы Об этом пел морской прибой Похоже, все корабли Сегодня вернутся домой Пей барабан, играй веселей, дурбан Жизнь это праздник, нам врали, что жизнь борьба Пусть ловятся столы и льется вино рекой Поскольку все корабли Сегодня вернутся домой Я видел, как небо сгорало в огне Как смерть танцевала на бледном коне Как стадо баранов А сам упоет палачу Как быстро уходят на дно корабли Как души людей сдувают с земли Я видел все это и больше смотреть не хочу Я хочу забыть дни О которых дети мне рассказали Моё сердце сжёг порох Я больше не буду стрелять Возможно, даже вновь поверю В силу власти света над тьмой Если все моряки Живыми вернутся домой Ты падаешь, зная, что руку протянет друг Любая прямая однажды замкнётся в круг А круг это круг Какой ни крути стороной И значит все корабли Сегодня вернутся домой Пей барабан, играй и веселей труба Жизнь — это праздник направит Что жизнь — борьба Пусть ловятся столы И льётся вино рекой Если все корабли Сегодня вернутся домой Я знаю, все корабли Сегодня вернутся домой Надеюсь, все корабли Сегодня вернутся домой Редактор субтитров А.Семкин Ну, здрасте, ребята Привет Где я? Вон он я Ох ты, связь начинается Как обычно это время Меня зовут Евгений Рыбов У нас в гостях Я сейчас в полной ажитации нахожусь Просто легенды Машины времени Ещё раз выступайте, Саваси Спасибо огромное Такое роскошное Создадим ощущение квартирника Если пойти о чем Для начала к нашим зрителям Которые по ту сторону экрана Сейчас от вас будет многое зависеть Собственно, мы ещё до начала этого эфира Попытались выяснить Какие самые главные, самые любимые песни Группы Машины времени Провели опрос И в этот список попали Костёр, поворот И однажды мир прогнётся под нас Нет возражений? У нас ничего Во время эфира Вы должны голосовать И выбрать одну из этих песен То есть вы как бы влияете на наш эфир Та песня, которая наберёт за час эфира Большее количество голосов Прозвучит в конце сегодняшнего прямого эфира Причём мы найдёмся в очень неожиданном виде Вот такое задание для наших зрителей Ну а теперь, собственно, к вам Вопросы, песни, песни-вопросы Всё как всегда пойдёт Ваши самые любимые, самые дорогие для вас лично Песни, спрашивает Нина Осинская Прошу Что касается меня Если мы говорим о наших песнях Да То я люблю всё, что мы играем А те, которые мы сейчас не играем Видимо, мы любим меньше Тоже любим Но меньше Вообще, песен очень много было за 50 лет-то Коллективу 50 лет, на секунду Так получается, что Они сами решают Кому звучать, кому нет Вдруг мы понимаем, что вот эта песня не катит больше Что-то мы играли-играли Ну, всё, сдохло Ну, мы её спокойно оставляем А нас, знаете, вспомнили песню 15 лет недавности Которая, оказывается, клёвая Звучит здорово Мы её вставляем в программу Понятно, спасибо А сейчас, чтобы немножко размяться Подготовиться к вопросам-ответам Мы проведём небольшой блиц Смотрите, вот такие таблички мы сейчас раздадим На одной стороне написано «Я» На другой стороне написано «Не я» Я буду задавать вопросы, которые, собственно, попадают под эти ответы Например, кто понял правила? Я не слышал вопросов Ребята глуховатые Музыканты Я не слышал вопросов Я понимаю, мониторы в ушах Значит, смотри На табличке написано «Я» и «Не я» Я буду задавать вопросы Надо в соответствии с... Тогда я буду поднимать просто... Смотрите на коллег просто Хорошо, что получится Примерно там же Как на гитарах, когда играют Когда не умеешь, смотришь, что зажимает сосед И очень удобно Конечно Кто до сих пор волнуется перед началом выступления? Так Кто чаще всех в коллектив приходит со словами А давайте-ка И предлагать что-то новое, неожиданное Непонятное Там сразу просто... Поднимай, Дима Андреюша Да Ладно, я... Да, нет Вот они, да В любом коллективе есть человек, над которым чаще всего шутят Над которым И это... Серьезно Ребят... А вот... Да? Кто из вас? Да? Понимаю... Ну вот Да, да Сейчас... Странный вопрос, но тем не менее Вроде бы мы знаем ответы А на самом деле, может быть и нет Кто лучше всех готовит в коллективе? Ага! Я вот... Казалось бы, да? Да? Хорошо готовить? Нормально Хорошо Так, ладно, продолжаем Кто... Мы это признаем, значит... Ну... Имею право Кто лучше всех играет блюз? А заберите Конечно Я! Я-я! Кто... Кто больше всех в коллективе молодится? Ну, хоть... Ну вот зря Зря Прекрасно выглядит Кто Скучает по Маргулису? Неожиданно 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 Закончили короткий наш близ Отлично Друзья, сейчас Сейчас, даже не сейчас А сегодня Мы будем разыгрывать Два билета на концерт группы Вот они Они есть Настоящие Прям... Ну, конверт настоящий А дальше как пойдет Смотрите, вот что мы придумали Вот планшет Андрей, это вам Вспомните Самый-самый Какой-то Необычный Переломный год За 50 лет Карьеры вашей группы От 1 до 50 Соответственно Будет цифра От счет введем С первого года Да, с 69 И до 19 То есть Да Но вслух не произносите Напишите И спрячьте Вы должны попытаться Я не год пишу, а сколько лет Да, сколько лет Это был пятый год существования группы Десятый Вы должны попытаться Угадать На каком году жизни группы Произошло Это самое невероятное событие Давайте я Аккуратненько Заберу Подсмотрю Потому что мне тоже нужны билеты Напишите нам в чат Эту цифру Первый угадавший Собственно Получит Два билета от нас Возможно Это буду я Ну в конце программы Подведем итоги И там Двузначная цифра Обманул я всех Хорошо Начнем Вот с чего Современному артисту Совершенно понятно Как себя вести Что делать Написал песню На телефон буквально Выложил в какую-то соцсеть Кто-то посмотрел Понравилось Побежали Значит Все эти Знаки прекрасные Распространяется Все очень просто и понятно Ой, если бы так сладко было Ну нет Ну есть Ну по крайней мере Есть такой канал Все бы проснулись знаменитыми На следующий день Многие, к сожалению Так и проснулись знаменитыми Не надо бы Семидесятые годы Тогда не было Ни сетей Ничего И тем не менее Вы приезжали В незнакомые Чужие города И весь зал Вдруг внезапно вставал И подхватывал Ваши песни Как это происходило? Три штуки Вот Как вот этот магнитофон На концерты Люди протаскивали С собой эти магнитофоны Он весит килограммов в 30 Режиссеры Брали деньги За то, чтобы подоткнуться К пультику А, то есть, чтобы Не на микрофон писать Обравление Чтобы можно было Несколько магнитофончиков Подоткнуть к пультику Записи получались Как правило Чудовищные Но Выбора-то не было А тогда Такой вопрос Есть Ну, понятно Если бы пронесли Как бы под полой пиджака Эту бандуру И писали нам микрофон Понятно Пиратство А если бы подтыкались Все-таки В линейный выход Какие-то деньги Хоть как-то вам шли? Нам нет Хоть какая-то Звукорюшер Оформлял на себя В чехаре от нас Как правило Об этом мы узнали Скустя много Когда появились Соцсети Когда стали знаменитыми Благодаря этому А вы помните Вообще Самую-самую первую Какую-то свою запись Которая сохранилась Вот есть в архивах Уж не знаю На чем На бобинах На косе Но сначала Нет Самая первая запись Была Вот на такой Магнитофончик Филипс Она была на английском языке Это был 69-й год Мы записали целый диск Это назывался Time Machines Оттуда есть Пара кусочков Пара песенок У меня дома Лежит кассета Аудиокассета Аудиокассета Которая была Записана На магнитофоне Филипс Но уже Немножко побольше Любят ребята Филипс Выбора не было Да Это было сделано Зимой В январе месяце 72-го года И вот эта кассета У меня лежит Живая до сих пор Живая до сих пор Лучше это не слушать У меня на самом деле На даче сохранился Вот такой же магнитофон С записями Но не 72-го года Конечно Попозже Кстати Обратите внимание Мы действительно Включили запись У нас подключен микрофон Пленка тип 6 Тип 10 Сейчас вот не скажу Чего-то купили Ребята Девочки молодые Покупали Понятно Девочки Говорят Такой нельзя На четверочке Ну это вот То есть у нас Настоящий Ламповый концерт Старый И я думаю Что эту запись Эту бобину Мы тоже загоним Конечно По спекулятивной цене Завершенный день Да Это будет Одноклассники Еще год просуществует Минь Мом Ну и Чтобы нам просуществовать Не год А два А то и подольше Давайте еще одну песню А мы собственно Ее записываем Машина времени Вручно меня списали С моего корабля Жаль, если кто-то поверил В подобный бред Просто я сам сошел Со своего корабля Хватит мотаться В поисках Место, где свет Видеть в звериных харях Подобье лиц Слышать в молчании толпы Голоса людей И замечать И замечать Как мало Осталось Птиц И понимать Как мало Осталось Эти пепси Эти пепси Майнят Панты Капитаны Делят Гранты И все путем Но верят С трудом Аватары Аватары Ищут пары Сахарный песок Сахары Засыпает Мой Неумный дом Я спускался по сходням И я уже знал ответ Это не там, где покой И не там, где бой Место, где свет Ни город, ни остров Ни песня, которой нет Место, где свет Это то, что всегда с тобой Дети пепси Майнят Панты Капитаны Пилят Гранты И все путем Но верят С трудом Аватары Пучат Панты Сахарный песок Сахары Засыпает Мой Неумный дом Сахарный песок 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 И этот список весь. Понятно. Вот эти все туда. Децл, ай, нет, нет. Поксимирон. Ну и так далее. Ну, дальше по списку. Ну все понятно. Андрей, вам вопрос. Я тут вычитал, готовясь к эфиру, что вы в детстве мечтали быть серпентологом. Это специалисты занимаются ползучими гадами, змеями всякими разными, да? И даже был террариум дома. Это правда? Ну террариумом в детские годы вместо террариума был аквариум, который можно было купить в зоомагазине. А большой террариум в последний раз был год 4 назад. Прям дома жили змеи? Да, у меня жил удав. Его звали Брунгильда. Девочка. Девочка. Он оказался девочкой, и она выросла за 2 года такой огромной, что она не помещалась в этом большом террариуме. Я понял, что она... Квартирный вопрос испортил москвичи. Выдавит из дома скоро просто. Я ее уже не поднимал двумя руками. И я ее подарил в город Воронеж. У них там океанариум замечательный. Навещал буквально пару месяцев назад. А узнает? Красавица бросилась у меня на шею. Всю карию сцеловала. Ну, давай. То есть прямо у вас теплые настоящие... Да? Нет, я верю вполне. Я в змеи прекрасный. И вообще общение со змеями помогает наверняка в большом коллективе музыкантов. Как это же наверняка эти навыки... Ну, да? Нет, удавы, они же тепленькие. Скорее от других животных произошли. Удавы же, они тепленькие же, приятненькие. Если подогреть, будет тепленький. Хороший, приятненький. Сковородка. Такой вопрос тогда про готовку. Не могу не спросить. Замечательный ваш знаменитый молочный поросенок. Особенно мы тут недавно все вспоминали. А кто недавно вспоминал моего молочного поросенка? А у нас тут есть люди, которые, возможно, даже втыкались в бок. Я с поросенком последнее дело, раз дело имел очень много лет назад. Я как-то по барашку посадил. Все последнее время... Это мы тоже отдельно. Какое любимое блюдо у музыкантов в вашем исполнении? Вы как-то вообще балуете друзей? Ну, иногда бывает. Надо у них спрашивать. Они знают, что им больше нравится. Что? Давайте, да. Я стараюсь не повторяться, на самом деле. Каждый день новенько, что ли? Ну, не каждый день. А, нет, нет. У тебя прям репетиция, а ты про что-то новое. Да. Да. Первое, безусловно, плов. Плов, так. Безусловно. Потом цыпленок в тандыре. О. Так. И баранина в тандыре. О. И это просто высший пилотаж. Хорошо. Тогда к вам тот же вопрос, раз вы тоже умеете готовить, как внезапно оказалось. Он делает божественный супчик. Какой? Бараней. Так. Делает бараньи ребрышки с курдюком в казане. Сейчас я начну капать слюной сюда. Ну, в общем, есть чем закусить. Да. 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 И смак же вернулся, да, на экран, насколько я понимаю? И смак вернулся. Прямо это отдельно. Отдельно. Это прекрасно. Это прекрасно. Заходите на ютуб. Вопрос от Александра Чухаленко. Вижу у Андрея Вадимовича две новые гитары. Возможно, прямо сейчас он это делает. Хотелось бы узнать о них поподробнее. Ну, новая гитара вот эта. Второй здесь нет. Это гитара замечательных израильских мастеров. Она называется Little Sister, маленькая сестричка. Они многое взяли из традиций 30-40-х годов. Усовершенствовали. Я ее еще немножко сам довел. Очень хорошая идея. Я теперь впервые слышу об израильских музыкальных рукодельниках. Впервые слышу про израильские музыкальные инструменты. Да, они не сильно известны, но музыканты их знают. Очень маленькая компания, там три человека работают. Семейный бизнес. Сторона того. Да, ну, конечно. Это тоже, да? Это тоже израильский инструмент, но это уже другая фирма. И, кстати, мастер, который все это разработал и делает, и заведует производством. Очень хороший музыкант, который уехал из России. И наш старый-старый друг. Он блестящий гитарист. Он закончил Гнесинку там и так далее. Но вот в Израиле он занимается тем, чтобы делать гитары. И на его гитарах играют очень серьезные музыканты. Ну, в общем, Андрей Макаревич тоже. Ну, например. Счастья и всем и здоровья. Такой вопрос. Весь мир знает прозвище Макар и Кутя. Нужно ли обязательно при вступлении в группу «Машина времени» получать прозвище? Такие вопросы у наших пользователей. Нет, некоторые не дождались. И вот их нет с нами. А, то есть все-таки, если обряд инициации проходит, прозвище, тогда... Это происходит само по себе. Мы же не садимся в кружок на совете вождя и не думаем, как нам наречь нового нашего воина. А было бы хорошо. Ну, происходит. Вокруг как бы мангала собрались. Вот у Игоря, например, никакого нет. Хочешь, конечно, его хомяком назвать, но страшно обижается. Давайте прямо сейчас придумаем. Ну, чтобы прописать уже человека. При народе. Это непростое дело, я бы хочу сказать. Ну, это не случайно. Потом, после эфира. Как препараты не получится. Ну, все, я не настаиваю, как бы. Хорошо. 50 лет скоро. Дальше, группе 50 лет. Сейчас будут юбилейные концерты. На какие-то подарочки рассчитываете? Все-таки, ну, такая дата. Мы напридумывали кое-каких штук. Как вы вообще отмечать будете? Вот что, расскажите. Концерты 29 июня на арене. Спартак-арена открытия. Но, что мы будем заранее рассказывать? Неинтересно. Ну, чуть-чуточку. А вы приходите и увидите. Ну, хорошо. Хорошо, ладно. Тогда такое. Я знаю, что к юбилею группы планировалось и видео-альманах. Кто-то там фильм снимал, книги писали. Что-то из этого доделано, создано, выйдет. Во-первых, выходит антология на виниле. Пять очень качественно изготовленных в Германии, отмастеренных великолепно виниловых дисков. Кутиков бился над тем, чтобы древняя песня, записанная тысячу лет назад, привести к нормальному звучанию. Собственно, в варианте CD это уже вышло. CD появится прямо к концерту. К концерту. Винил появится чуть позже. Это очень долгая история. Оказывается, на единственной лучшей фабрике в мире, которая в Германии, находится очередь. Очередь из мировых музыкантов, которые хотят делать винил именно там. Потому что в других местах качество просто хуже. Так что мы встали в очередь и ждем. А на территории России уже винил все? Ну нет, сейчас пытаются, вроде, реанимировали апрелевский завод. Но он и тогда-то не блистал качеством. А сегодня, я боюсь, не полетит эта ракета. Эта коллекция, которую мы выпускаем, она будет сделана не просто на виниле, а есть так называемый аудиофильский винил. 180-граммовый тяжелый винил. А, понимаете, да. С особым качеством и так далее, и так далее. В России никогда не было, и в Советском Союзе, никогда не было производств подобного уровня. Зато тоненькие-синенькие пластиночки в журнале. Это да, свернул трубочку и засунул, знаешь. Да, да, конечно. Друзья, значит, мы задали вопрос, чтобы разыграть два билета. Какой год, по вашему мнению, мы у Андрея спросили, был самым интересным и переломным для группы? Пришло куча ответов. Мы думаем, что тянуть, мы сейчас как бы, собственно, разыграем. Давай. Давайте, может быть, озвучим какие-то варианты. Нам там приходили. Хотя сначала, сначала я покажу. Вот этот планшет здесь лежал, никто к нему не подходил. Одиннадцать. Это, сейчас я прибавлю, это же в 80-й. Верно. В 80-й год, соответственно. Что же произошло в этом году? В 80-м году был фестиваль в Тбилиси, который по тем временам был самым ярким музыкальным событием в стране. И, в общем, наша жизнь, пусть с него несколько окрасилась огнями, но это было реально событие. 1980-й год. Соответственно, много мне вот сейчас подсказывать пришло таких вариантов. Цифра 1, соответственно. Наши редактора свяжутся с тем, кто написал эту цифру первым. Я пока не знаю, как вас зовут. Билеты ваши. Вот они. Все, мы вас поздравляем. Давайте поаплодируем пока неизвестному мне человеку. Сейчас такая она будет веселая забава. Сейчас, знаете, очень модная штука, плейлист называется. Да-да. Когда, ну, собственно, каждый человек составляет себе под какое-то настроение, такой некий плейлист с условным названием и не глядя. Вот у него хорошее настроение, но это плейлист для хорошее настроение. Готовит, плейлист для готовки. Там уже какая-то заготовка есть песни. Ну, сейчас мы попробуем составить несколько плейлистов на ближайшее лето. У нас есть карточки с такими подтемами. Прямо вы сами сможете выбрать. И накидайте название, может быть, наиграть что-то, может быть, как пожелание. Вот попробуйте. Вот возьми какую-нибудь темку, любую, любую. Ну, например, вот что там? Плейлист, когда на улице жара. Например. А речка еще не прогрелась. И потому ты потихоньку привыкаешь к водичке. Вот представьте эту ситуацию. И в этот момент включается старый кассетный плеер, который работает от четырех батареек. Чудовичный. В летнем парке зима. В летнем парке конце. Что-то такое. Неплохо. Какие-то еще есть варианты, может быть? Хорошо. Давайте так будет. Окажите услугу. Оп. Давай. Когда намылил голову, а горячую воду отключили. Намылил голову, а горячую воду отключили. Вот здесь прям плейлист просится. Конечно, скачки. Нет, а у меня вот новый поворот. А у меня это шел как бык на красный свет. Мы все запишем. Кстати, мы все сейчас названия мы сохраним. И в конце программы выложим плейлист от машины времени на все случаи жизни. Хорошо. Ну, скачивайте дальше. Ну, хватайте. Ну, читай. Плейлист для испытания нового сабвуфера в машине. Чтобы громкой басы качало. Кого ты хотел удивить? Правильно, я согласен. Можно, кстати, и чужие вдруг, если будут какие-то приходить в голову. Можно и... Предупреждать надо. Можно и из чужого. А за свое да свое. Ну, давайте. Можно с чужими прям, действительно. Хотя, ну, за 50 лет столько накопилось, что на любой случай жизни. Когда ты готовишь шашлык, а все его уже едят. Классическая ситуация. Хозяин все еще крутит, а там уже первую партию доедают. Сложная история, Андрюш. Ну, давай так. Такое... Если из наших, то битва с дураками. Ну, давай так, ладно. Может, в английском что-то. Хорошо, давайте еще одну. Когда видишь в одноклассниках фотографии коллеги из отпуска. Сейчас ругательнее начнется. Вот и встретились два одиночества. А, вагонная скора, последнее дело. Я сюда еще вернусь. Записано. Плейлисты появятся в конце программы. У нас сейчас малюсенькая, коротенькая техпауза. Вернемся буквально через 30 секунд и продолжим. Здравствуйте! Здрасте, а вы кто? Я Мария, я смотрю ваше онлайн-шоу прямо сейчас. Ясно, а откуда у вас? Просто у вас перерывы, я уж очень большая ваша фанатка. Да, у нас сейчас действительно перерывы. Решила надолго не оставаться или зазреть вас вот так, бесперерывно. Это странно как-то, да? Да я сама в шоке. Смотрю все онлайн-шоу без перебоев. И вот вам по видеосвязи смогла дозвониться. Что-то я переживаю. Не переживайте. Вот я не переживаю. Досмотрю ваше онлайн-шоу без перебоев. И ладно, не буду вас отвлекать от работы. Удачи! Окна связи! Интернет летает. Зритель не переживает. Подключайте тариф Анлим и убедитесь сами. Билайф. Живи на яркой стороне. Окна связи! Мы продолжаем машину времени у нас в гостях. Пока была техпауза, я уже выклинчил для себя подарочек. А вы сейчас тоже будете стать обладателем прекрасного подарка. Потому что мы как раз о связи вот заговорили. Пока была техпауза, у нас есть для вас задание. Напишите в комментариях, какое событие прошлого, любое, вы бы хотели увидеть в прямом эфире. Автор самого интересного ответа получит от нас супер-вип-статус на полгода. Начинайте думать и писать прямо сейчас. Это вы. А у нас прямо сейчас песня. КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Красиво! А красиво! А вот это красиво! А вот то, что мы сейчас увидим, еще красивее! Значит, готовьтесь к эфиру, естественно! Мы перелопатили архивы, посмотрели ваши старые фотографии. И, в общем, скажу, что по костюмам группы «Машина времени» можно изучать историю моды в Советском Союзе, потом в России. Хотя некоторые вещи вызывают вопросы. И мы их зададим. Мы покажем эти фотографии и зададим вопросы. Давайте посмотрим вот на это. Ну, тут как бы, да. Могу вам сказать, это финский джинсовый костюм из березки. А это было... Красиво и дорого. Выше были только звезды, понимаешь? Потому что, во-первых, нужны были чеки. Да. А потом... Погуглите, молодежь! Тебя еще туда пустили. И чтоб там этот костюм оказался. Не каждый день там это лежало. Ну, я смотрю, конечно, ну, Трубадур из бременских музыкантов. Ну, видно, что я счастлив. Да, да. А пошмаки какие, Андрюш. Пошмаки. Тапки-то какие-то. Платформа там. Там все было как надо. Все как надо. Гениальная штука. Идем дальше. Ну, тут как бы те, кто помоложе, сказали секрет. Те, кто постарше, сказали Битлз. Ну, в общем, как бы... Да? Туда? Ну, в общем, не секретом мы срисовывали. Ну, понятно. Скорее, секрет туда же. Это был поклон Битлан, естественно. А кто вот, при том, что именно узенькие галстучки же, да, вот это вот? Ну, я придумал, одна девочка нарисовала. Мы уже были в Росконцерте. Это же, ну, специально пошито, да? Ну, конечно. Да, да, да. Красиво. Это год 85-й. Ну, где-то туда. Где-то туда. Это за кулисами какого-то дворца культуры. Ну, судя по поводу, да, это серп и молот. И прекрасный задник прям великолепный. Батареи вот эти прям крошки обработаны. Все как надо, да. Фотография, между прочим, Валера Плотникова. Великого нашего летописца, понимаешь? Замечательно. Тут нет вопросов. Все красиво, стильно, модно, молодежно, как мы говорим. А вот, вот. Да. Это мы только что вернулись из первой нашей поездки в Америку. Где мы были долго. Мы впервые в жизни писались на настоящей студии. Перезнакомились с настоящими продюсерами, музыкантами. То есть, ну, просто мы с другой планеты прилетели. Ну, приоделись, конечно. Что вот из того, что на вас из Америки? Да все! Все, понимаешь? Неправда. На мне все, что я купил в Японии. Понятно? Америка. Тебе понятно? Это все из Японии. Нет, ну, видно, вареночки, да, вот эти вот клечи. Ты прям, прям, ну, я тоже, когда первый раз приехал, на мне тоже все, включая нижнее белье и носки было, да. Хорошо. Вот, вот тут есть вопросы. Вот что это? И эти костюмчики нам делал Зайцев. Саша Зайцев. И это многое объясняет. Ну, слушай, по тем временам это было сапожки из мягкой кожи. Их шили в мастерской Большого театра, у Бетлова были примерно такие же, между прочим. Дело в том, что вот два костюма черных, в которых Кутиков и я, да, они отчасти еще к маленькому принцу подходили, который у нас так и не приняли. А вот Петя и Валерик, это уже для второго отделения, для всякого твистера, рок-н-ролла и прочего. Ну, то есть это, конечно, концертные какие-то. Вряд ли вы так ходили каждый день в магазин. Не, ну что мы, дураки. В 90-е годы было весело? Это начало 80-х. Начало 80-х. И тогда еще не настолько. Еще не было. Еще не, да. Давайте дальше смотреть. Ну, тут как бы нет. Ну, это все классика, все замечательно. Это, наверное, 90-е, да? Это конец 80-х. Это конец 80-х, да. Вызывает вопрос вот эта деталь, вот эта вот дамская кружевная перчатка. А я тебе скажу, что это такое. Это мы у Плотникова в мастерской делали фотосессию и напялили на себя просто все, что у него там было. А у него... Понимаю. Большой набор глупостей всяких. Хорошо. Следующий, пожалуйста. Вот! Объясню. Пожалуйста, да. Это съемки фильма «Душа». Это такие мечты главной героини. Ага. Где мы взлетаем в воздух. Ага. Звучит песня за тех, кто в море. Вы для этого номера пошили вот эти штучки. Просто я Алл Борисну себе, например, представляю прекрасно вот в подобном наряде. Вот, да, могло бы быть и так, да. Ну, красиво. Нет, красиво. Красиво. Вы вежливый. Спасибо. Да, нет, нет, красиво. Ну, опять же, нет, ну, надо... Значит, какой это год? А, это 82-й. Ну, как бы... Значит, когда молодые, все красиво, я так тебе скажу. Согласен, согласен. 81-й. Давайте еще прямо вот самое, прямо, прямо самое... Ну, это прямо видно, что из одного рынка вот эти турецкие кожанки, да? Это невероятная история. Дело в том, что я поехал в гости к своему товарищу в Лондон, что тогда было событие. Гуляя по окраинам, я нашел маленькую лавочку, которую держал какой-то араб. Там висело две таких куртки. Я одну купил себе. Маргулис, не зная и не видя, через месяц полетел в Лондон, гулял по окраинам. Нашел... Зашел в этот магазин и купил вторую. Значит, с точки зрения теории вероятности, объяснить это невозможно. Вот нас такие совпадения преследовали постоянно. Нет, мы когда вот нашли, ну все сказали дружно, ну понятно, это, видимо, лужники, турецкая кожа, и поэтому как бы все... А тут все гораздо интереснее. Но это вот те самые славные времена, когда кожанки вошли в моду, а вы в них и выступали, видимо же, это жарко и невероятно. Нет, ну в них было жарко выступать, в них по жизни ходили. Понятно, и было жарко. Сейчас вы не в них, и все равно мы бы хотели услышать следующую композицию. Ваш аплодисмент. Машина времени. Дорога в небо. Дорога в небо. Сколько лет сражений, сколько лет тревог, Я не знал, что уйти будет легко. Нас зовут лакопы, скоро третий звонок, Только мы от них уже далеко. Там, где находится южный край земли, Там, край, где уже не свернуть, Там, у причала стоят мои корабли, Означенные тень, мы тронемся в путь. Мы выходим из круга, Мы выходим на свет, Это знак, что команда уже собралась. Там, где находится южный край земли, Там, где находится южный край земли, Там, где уже не свернуть, Там, где уже не свернуть. Там, где у причала стоят мои корабли, В назначенный день, мы тронемся в путь. Дорога в небо лежит по прямой, Дорога в небо, дорога домой, Дорога в небо, и все позади, И только свет на пути. Дорога в небо, и все позади, Там, где находится южный край земли, Там, где уже не свернуть, Там, у причала стоят мои корабли, В назначенный день, В назначенный день, Мы тронемся в путь. Там, где находится южный край земли, Там, в крае, где уже не свернуть, Там, у причала стоят твои корабли, В назначенный день, И тронемся в путь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если вы в ближайшее время гастролили, я могу ответить на этот вопрос. Я видел ваш гастрольный график, это что-то невероятное. Как молодые резвые сайгаки, буквально, из города в город, из страны в страну. Расскажите, где, чего, когда? Что когда? Гастрольный график, весь час свой, на весь год. Там же прям вот так вот. Ну, я могу сказать еще на пол следующего года. Европа и Америка у нас туда ушли, потому что не укладывалось. Рассказывайте, ну, самые какие-то крупные города. Ну, мы объехали уже всю Сибирь, объехали весь Урал, объехали Казахстан, объехали Дальний Восток. Значит, осенью у нас Прибалтика, у нас Украина, у нас Питер. Я даже не помню. Да мы все не помним. Это все надо открыть книжечку. Зачем держать в голове то, что можно прочитать? Друзья, заходим, есть официальные страницы, ищем там реально больше 30, по-моему, да? Так у меня на вскидку, по моему ощущению. Больше? Да больше, да. Да еще и заграничку куда-нибудь наверняка там, да, будет? Заграница будет, Израиль будет осенью. А, Израиль осенью, да. А, вот. Германия весной следующей, Америка весной следующей. В общем, все, кто хочет попасть на концерт, может, время обязательно это сделает. Вы помните свой самый неудачный концерт? Бывало такое? Ну, бывало несколько сложных. Росконцерт, в котором мы имели счастье проработать 10 лет, иногда творил чудеса. Значит, однажды нас отправили в Сан Рэма, на фестиваль Сан Рэма. Но после фестиваля Сан Рэма нас еще решили прокатать по Италии, в частности, в городе Милане. Нам решили в понедельник сделать концерт в каком-то клубе. И мои слабые крики про то, что понедельник это дед дэй, и никто в понедельник вообще никуда не ходит. И нас там никто не знает, не спасли. В общем, на сцене нас было пятеро, в зале было четверо. И потом еще к концу подошли три сотрудника аэрофлота. И то есть как раз, потому что я был ровно в этой ситуации, это потрясающе. Был страшный концерт у «Машины времени» в ноябре месяце 71-го года, когда мы решили вступить в московский бит-клуб. И там нужно было пройти прослушивание перед комиссией, в которой сидел Саша Градский и еще серьезные музыканты. Вот. И в процессе нашего концерта, выступления, сначала сгорает басовый усилитель. А у нас был пультик такой. Мы включаем туда бас в регент 30-й вместе с голосами. Они не знают, что такое регент 30-й. Ну, не важно. Такая коробочка с двумя динамиками. Потом сгорает гитарный усилитель. В этот же пульт и в одну вот такую вот коробочку включается еще и гитара. Это была катастрофа. Я представляю себе так. В общем, правильно они нас не приняли. Естественно. Хотя Градский сказал, вот вы колоссальную ошибку делаете, дорогие товарищи. Он не так сказал. Он сказал, вот эта команда, а вы себе мудаки, сказал. Ну, Градскому отдельный аплодисмент, пожалуйста. Я хотел интеллигентно эту спормулировать. А помните максимальное количество концертов в день? Три. Бывала пахота такая? Три. Ну, дальше это уже издевательство надо жизнью просто. Это тоже Росконцерт устраивал? Это Росконцерт устраивал. Три концерта в день? В выходные дни. В субботу и воскресенье. Очень трудящиеся хотели. И мы не имели права, как нам объясняли партийные товарищи, обмануть их ожидания. А каково это три раза в день выходить с одной и кожи? А ты просто на третий концерт, когда выходишь, ты уже не понимаешь, это второй, третий или, может быть, четвертый. Как в анекдоте, когда гитарист играет одну песню, клавишник другую, в принципе... Нет, мы все играли, это мы все нормально. Но я помню, что мы после третьего концерта сидим в костюмах и пьем чай. Нет, мы сидим в карты и играем. А в карты зашел директор, говорит, что вы сидите? У нас еще один концерт. Он говорит, домой поехали. Все, кончилось. А в принципе, вот к тому, что Андрей сказал, могу добавить только одно. Вот в Ростове, когда мы играли там неделю, по два концерта в день, субботу, воскресенье, три концерта в день, мы с ним заболели. Мы не могли петь. Вот тогда вот как раз секретарь, так сказать, этого райкома, обкома Ростовского, он сказал, что мы в окопах по яйцам в воде сидели, а вы не можете на сцену, так сказать, выйти. И нам делали перед каждым концертом новокаиновые блокады в горло. Это два дня подряд. Какие-то ужасные вещи рассказывали. Шесть раз. Это было очень тяжело, конечно. Но это Советский Союз, братцы. Антон Батуров спрашивает, когда, собственно, выйдет новый альбом, выпустили ли уже три новые песни, и войдут ли они в него? А не знаю, напишется песня, выйдет новый альбом. Пока в ближайших планах. У меня есть ощущение, что как-то уже альбомами не так масштабно мыслят, как 20 лет назад. Это правда, мне тоже так кажется, что появилась хорошая песня, и пошла. Ударить человечество. На плавание. Ну и все-таки давайте вернемся к тому концерту, о котором мы говорили в самом начале. Значит, 29 июня, Москва, открытие арена, собственно, стадион клуба «Спартак». «Спартака арена» открытия, точно. Ну-ка, все приходите. 29 июня, действительно. Давайте сегодня по вот этим фотографиям, сейчас мы покажем. Стадион был построен специально под этот, собственно, концерт. Под наш концерт? Да, да, потому что мы видим... Я принимаю. Да, лично как бы, да? Первая, в первую очередь. Ну, можете и в футбол здесь поиграть, как бы, но основная функция сейчас вот этот, как бы... Что вы там делаете? Почему? Как так вышло? Почему вы в каске? Дело в том, что я болею за команду «Спартак» уже больше 55 лет. Руководство клуба предложило мне посмотреть вот на только что возведенные трибуны. Я с большим интересом и удовольствием, естественно, приехал, потому что это событие. У «Спартака» свой стадион. Ребята, есть неплохой стадион. Мы знаем, где будем играть. Да, да. И потом уже, когда мы обсуждали варианты празднования 50-летия, я так аккуратно предложил, Андрюша. Мы вроде как не играли на этом стадионе. Да, разбавим футбол искусством. Действительно. Пусть произойдет что-то хорошее. То есть стадион готов? Ну, к вам, по крайней мере. Ну, тоже, в общем. В общем, тоже готов. Ну, все-таки, хочется, что будет? Гости какие-то специальные? Какое-то яркое пиротехническое шоу? Ничего не буду рассказывать. Ничего, не буду рассказывать. А раз нечего рассказывать, значит, надо петь. Поехали. Я думаю, так. Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь. Как строили лодки, и лодки звались Вера, Надежда, Любовь. Как дружно рубили Канады, И вдаль уходила земля. И волны нам пели, и каждый пятый, Как правило, был у руля. Давайте вместе! Я пью! И если цель одна, И в радости, и в горе, То тот, кто не струсел, Вывесел, не бросил, То цепля свою найдем. Напрасно нас бури пугали, Вам скажет любой вариант, Что бури боятся, Вам стоит и твали, В сущности бури пустяк. Пури, и в крепкие руки, И парус поможет и кит. И гораздо труднее Не свихнуться со скуки, И выдержать полный стиль. Я пью до дна За тех, кто в море, За тех, кому любит она, За тех, кому повезет. И если цель одна, И в радости, и в горе, То тот, кто не струсел, Вывесел, не бросил, То цепля свою найдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я пью до дна За тех, кто в море, За тех, кому любит она, За тех, кому повезет. И если цель одна, И в радости, и в горе, То тот, кто не струсел, Вывесел, не бросил, То цепля свою найдем. То цепля свою найдем. То цепля свою найдем. Браво! Слушайте, ну, подведем итоги еще... Браво! 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 Подведем итоги Ваших чудесных историй. Сейчас разыграем Випстат с вашей помощью. Надеюсь, я зачитаю Тут три варианта, Которые нам прислали. Помогите выбрать лучше. Итак, я спросил, Какое событие прошлого, Любое, Вы хотели бы увидеть В прямом эфире? Вот, Отобрали три самых интересных Наши редактора. Выберем один из них И вручим приз человеку. Значит, Пользователь Алекс Городин Посмотрел бы победу Хабиба Нурмагомедова Над Коннором Макгрегором. Это было не так давно. В прямом эфире В Одноклассниках Запись лежит, Но законное желание. Ольга Варакина Хотела бы посмотреть В прямом эфире Закрытие Олимпиады 80. Год знаковый, Я так понимаю. Какая ностальгия. Да, и для вас, И, видимо, для нее. А я помню. Кстати, тоже где-то же Лежат архивы. Да помню, конечно. Лежат архивы. Медведя запустили в небо. Конечно. И он улетел, И мы даже знаем, Где приземлился. И Ромео 27 Хотел бы увидеть Своих друзей Во дворе С гитарой И песнями Во весь голос. Трогательно. Вот. Это три Самых интересных Сообщения, Которые пришли. Помогите мне, И мы вручим этому человеку Вип-статус на полгода. Мне нравится третий вариант. Друзей Аруши По весь голос. Ромео 27 Мы тебя поздравляем. Все. Вип-статус на полгода. Твой за чудесную эту историю. Я не знаю, там юноша, Девушка Ромео уже может быть? Девушка Ромео? Только в Ереване. Почему нет? А вдруг нас смотрят, Между прочим, Абсолютно даже и везде. А последний, наверное, вопрос Я дам перед заключительной Финальной песней, Которую, кстати, опять же Выбрали наши зрители. Я еще не знаю, какая, кстати. Как вы относитесь К современным Группам-исполнителям? Вот прямо к творчеству юных. Вчера, я знаю, был Роскошный концерт совершенно На крыше. Там Фейс выступал вместе с вами. Смешные Порнофильмы. И порнофильмы, например, да. Да. Слушайте кого-то, знаете. Сашка их слушает больше, чем я. Это связано напрямую С его профессией. Музыкального продюсера. Ага. А с моей не связано. Я не музыкальный продюсер. Поэтому в удовольствие. Я в удовольствие. Кого-нибудь. Правда, слушайте. Попадается что-то хорошее. Я думаю, боже мой. Как здорово. Кто это? Как зовут? Иду знакомиться. А мне говорят, ты что не знаешь? Это же вот это. Вот сейчас выйдет девочка, между прочим. Вот примерно так же. Да. Ну, то есть, творчество юных не то, чтобы прям ценить и коллекционировать, но если попадать на что-то хорошее, то с удовольствием послушать. Абсолютно. Абсолютно. Хорошо. А Андрей? С кем? Да. Я слушаю. Ну, ты будешь Андреем. Да. Я буду Андреем. Меня, кстати, в 80-м году путали. Да. Да. И носили цветы мне, потому что я пел скачки на новогоднем огоньке. Вот. И все думали, что я Макаревич. И надо было говорить да. Так. Да. Я могу сказать так, что если брать российский рок-н-ролл, ничего нового интересного я не слышал. Так. К сожалению. Ну, а мне кажется, сейчас в этом стиле особенно никто увидел. Ну, почему? В том стиле трансформируется, так сказать, в своем звучании. Там за пределами нашей страны есть блестящие группы. Там Imagine Dragons, допустим, замечательная команда, тоже из рок-н-ролла вышедшая. Вудкит, изумительный совершенно, так сказать, музыкант, исполнитель. Да, в принципе, очень много интересных молодых музыкантов для меня. Но они в большинстве своем находятся за пределами нашей страны. Потому что, скажем, очень сложно нам оценивать современную поэзию в силу того, что мы немножко с иным образованием и с несколько другим багажом. Ритмика другая сейчас, да? Ну, ритмика – это ладно, это понятно, откуда ноги растут и так далее. Скажем, кроме, пожалуй, Оксимирона, из таких вот, так сказать, топовых имен, я бы никого отмечать не стал. Я не люблю, когда ругаются матом. То есть я очень хорошо умею ругаться матом с детства, но мне кажется, что… Это к месту как Градский? Ну, как Градский – это особая история. А вот, это мы сейчас не будем брать. Все еще Ленина вспомнили. Этот-то вообще кто? Ну, как-то так. В основном, к сожалению, на сегодняшний день, на мой взгляд, все самое интересное в музыке происходит за пределами нашей страны. Ну, а музыка границ не имеет, поэтому, где бы она ни происходила, главное, чтобы до наших ушей дотекала, слушайте. Итак, мы пытались выбрать самую интересную, по мнению пользователей, вашу песню за весь срок существования. Сейчас, я надеюсь, мне в ухо сообщат результаты голосования зрителей. Однажды мир прогнется под нас 21%, костер 36% и 43% поворот. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, собственно, ожидали, не ожидали? Сюрприз? Ну, в общем, сюрприз вполне ожидаемый. Да? Ожидаемый сюрприз? Конечно. Вот, 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 мастера, понимаешь, софистики и схоластики. Ожидаемый сюрприз? Хорошо сказали. Мы решили тоже, вот, сюрприз уже не очень ожидаемый, и для нас, на самом деле, тоже сейчас будет загадка, немножко добавить молодого звучания в машине времени. Мы нашли прекрасных молодых музыкантов. Вот они, я их позволю себе представить. Это не группа, это просто молодые музыканты. Яна Блиндер, Женя Плинков, Саша Тона, Андрей Дагадов. Ваши аплодисменты, пожалуйста. Яна, как вы понимаете, солист, вокалист, остальные ребята на различных музыкальных инструментах. Яна, ты там уже, иди сюда к нам с микрофоном. Иди к нам. Давай сейчас, ребят, чтоб было понятно, чистый эксперимент. Никто ничего не репетировал, никто не знал, какая песня победит. Во-первых, во-вторых, мы не сыгранные музыканты. Не сыгранные музыканты, да, впервые все друг друга видели. В этих мы не знаем, как среагируют люди, потому что, ну, действительно, было голосование, я уверена, что они хотели услышать эту песню. Итак, классическая машина времени, молодые музыканты. Давайте попробуем объединить ваши усилия, влить вот эту новую свежую струю в классическую. Господа, сейчас будет самая настоящая репарализация. Да. Мы не репетировали общественность. А я песню не знаю. Поэтому текст рука. А песню она не знает, я тоже не очень хорошо ее помню. Сейчас вы спросите, ага, а вы не знали, какую песню мы выберем, откуда она у нее. Главное, что этот вариант будет принципиально отличаться от того, что вы слышали в исполнении машины. Поэтому мне интересно вдвойне. Всем интересно. Спасибо. Попробуем. Давай. Это называется трансейтинг. Попробуем. 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 Нас все пугают перемены, но тут уж все равно. Вот новый поворот, и мотор бьет, что он нам несет. Пропастили взлет, обутыли мрак, и не разберешь, пока не повернешь запахом. Вот новый поворот, и мотор бьет, что он нам несет. Пропастили взлет, обутыли мрак, и не разберешь, пока не повернешь запахом. Пропастили взлет, обутыли мрак, и не разберешься запахом. Пропастили взлет, обутыли мрак, и не разберешься запахом. Машина времени! Уау! Уау! С thy, новый поворот, что он нам несет. Только все, только все И мы тоже надеемся, я надеюсь быть там и буду одним из их 30 тысяч человек Приходите, пожалуйста, к нам еще раз ваши аплодисменты Машина времени сегодня у нас в гостях, это было потрясающе Ровно через неделю здесь же, окна связи, жду вас, Евгений Рыбов, пока! Спасибо! Субтитры подогнал «Симон»